Сегодня мы поговорим о правозащитной функции прокуратуры в сфере обеспечения прав работников на оплату труда. Если у вас есть вопросы по этой теме, вы можете прямо сейчас позвонить к нам в студию и задать их. У нас в гостях сегодня исполняющий обязанности начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Республики Крым Станислав Биттер. Станислав Альбертович, здравствуйте. Добрый вечер. Станислав Альбертович, скажите, пожалуйста, какими, в первую очередь, нормативными документами, нормативно-правовыми актами регулируется право граждан на оплату труда? Наверное, начну я с каких-то общих положений. Скажу о том, что при учреждении надзора за исполнением федерального законодательства, надзор за исполнением законов в сфере оплаты труда для органов прокуратуры, органов прокуратуры Республики занимает одно из центральных мест. Это важная тема, на которую в обществе все обращают внимание, в том числе усилия органов прокуратуры сосредоточены именно в этой части, в социальной сфере, в большей части на соблюдении, за соблюдением законности в сфере оплаты труда. То, что касается правового регулирования данной сферы, она, конечно же, носит обширный характер. Правовое регулирование можно подразделить на федеральный, региональный, местный уровень, уровень уже самого непосредственно предприятия. На федеральном уровне это, конечно, основной нормативно-правовый документ, который регулирует отношения в сфере оплаты труда, это Трудовой кодекс Российской Федерации. Если мы смотрим региональное законодательство, то здесь важны нормативно-правы акты, которые принимаются органами государственной власти, которые регулируют те или иные сферы, в том числе оплаты труда. Это касается, прежде всего, предприятий и государственных муниципальных учреждений. Для учреждений муниципальных это свой уровень регулирования муниципальный. Ну и нельзя, наверное, забывать о такой сфере, как правовое регулирование сферы оплаты труда непосредственно на самом предприятии. На предприятии могут разрабатываться локальные акты, такие как положение об оплате труда, правила внутреннего трудового распорядка, которым регулируются сроки выплаты заработной платы, сроки порядок начисления так называемых премий, стимулирующих выплат. Ну и, наверное, один из самых основных правовых актов, которые регулируют эти отношения, это непосредственно сам трудовой договор между работником и работодателем. Скажу, что работник должен понимать, что его основные права и обязанности заключаются именно в этом правовом акте. Этот право гарантирует тот факт, что между работодателем и ним существуют определенные трудовые правоотношения. Исходя уже из них, он может в том числе требовать и оплату своего труда. И защиту своих прав в этой сфере, если они нарушены. То есть изначально, когда человек приходит на работу, трудоустраиваться, он обязательно должен внимательно изучить, наверное, в первую очередь, трудовой договор, что там прописано и с особым вниманием к этому отнести. Да, не нужно относиться к этому документу формально, нужно внимательным образом изучать все условия, потому что, во-первых, в трудовом договоре определена трудовая функция работника, те обязанности, которые он будет конкретно выполнять на предприятии, либо учреждении, где он работает. Указываются сроки выплаты заработной платы, могут устанавливаться условия, при которых выплачиваются премии, порядок, сроки и так далее. То есть опираясь на эти условия, работник может всегда отстоять свои права, либо в контролирующих органах, либо уже как в конечной инстанции в суде. Если он не согласен с какими-то пунктами договора, он может внести изменения, предложить работодателю, вот изначально перед подписанием договора? Ну, трудовой договор, как и всякий договор, предполагает волеизъявление двух сторон. Конечно, работник при поступлении на работу может предлагать работодателю какие-то условия, и в частности по оплате труда. То есть каждый человек оценивает свои способности по труду. Я не беру во внимание государственные, либо муниципальные предприятия, учреждения, государственные органы, где жестко регламентируется размер заработной платы. При трудоустройстве в коммерческую организацию, в сфере бизнеса, естественно, там эти условия оговариваются. И на этом можно настаивать. Спасибо большое. Станислав Альбертович, у нас есть звонок с вопросом от наших телезрителей. Давайте послушаем. Добрый вечер. Мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Скажи, добрый день. Добрый. Меня зовут Александр Гребей. Я работал в поднайомной организации на строительстве моста Крымского. Организация ООО «Либерти». Обещали платить 45 тысяч, ну, минус подоходный, минус пенсионный, и где-то получалось тысяча в день. Когда была запрошена справка для НДФЛ форма 2, для службы занятости, и там было указано 16 тысяч, куда делись остальные деньги, почему они обманывают людей. Спасибо большое. То есть, а вы обращались с этим вопросом к руководству? Что вам сказали? Уже отключился наш телезритель. Вот что в таком случае можно сделать? Посоветуйте, как быть. К сожалению, я не услышал, были ли оформлены у нашего телезрителя трудовые отношения, как там была зафиксирована сумма оплаты его труда. То есть, от этого зависит? В первую очередь, от этого. Однако, если работник может доказать факт выплаты заработной платы в большем размере, например, другим работающим совместно с ним лицам, либо он, скажем так, где-то сможет подтвердить тот факт, что он выполнял эту работу в этом месте, то, соответственно, ему необходимо обратиться в контролирующие органы либо в органы прокуратуры для того, чтобы рассмотреть этот вопрос. Я думаю, что там ему поможет, окажут необходимую правовую помощь. Ну, скажу еще от себя, что не услышал, опять же, оформлен ли трудовой договор. При неоформлении трудовых отношений, как часто бывает, когда люди приезжают из других регионов на строительство каких-то объектов, я даже не имею здесь, не принимаю во внимание Крымский мост, где-то работают, то есть нанимаются каким-то бригадным, вахтовым методом. Зачастую бывают лица, которых привлекают для осуществления таких работ, заключают какие-либо договоры гражданского правового характера с заказчиками этих работ. То есть некие посредники, получается? Да. Нужно обязательно смотреть и ориентироваться работнику, что за отношения между теми лицами, которые предлагают им работу, и теми лицами, которые заказывают выполнение уже тех или иных работ. Если это какой-то бригадный способ работы, сдельный способ работы, то здесь уже можно смотреть, либо это гражданское правовое отношение, либо трудовые. Но в любом случае здесь нужно идти и отстаивать свои трудовые права. Опять же, я уже указал, куда. Спасибо, Станислав Альбертович. Мы идем дальше. Скажите, пожалуйста, в чем выражается правозащитная функция органов прокуратуры в обеспечении прав работников на оплату труда? Полномочия прокурора в данной сфере урегулированы федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации. Там указаны те правовые инструменты, с помощью которых прокурор может восстановить нарушенные права работника, в том числе и в сфере оплаты труда. Наверное, назову основные из них. Это внесение прокурорам представления об устранении нарушений закона. Посредством данной меры прокурорского реагирования, она одна из наиболее применяемых практик. Зачастую восстанавливаются права работника на оплату труда. Работодателям гасится имеющаяся перед работником задолженность. Второе – это принесение прокурорам протеста на незаконные правовые акты, имеющиеся у работодателей, которыми регулируется сфера оплаты труда. За истекший период этого года прокурорами протестовано около 100 правовых актов работодателей на территории республики, которые непосредственно затрагивали сферу оплаты труда. Конечно же, есть в арсенале прокурора методы, которые позволяют привлечь работодателей к ответственности. Она может быть либо административной, вплоть до уголовной. Возбуждаются дела об административных правонарушениях в этой сфере на работодателей как должностных лиц, так и юридических лиц. Причем штрафы там значительные. И кроме того, прокурор может решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя предприятия-должника. В этом случае он выносит мотивированное постановление в порядке уголовно-процессуального законодательства, направляет его в органы Следственного комитета для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности конкретного виновного уже должностного лица. Таких дел уголовных по республике на сегодняшний момент возбуждено 10 по материалам проверок прокуратуры. Спасибо большое. У нас снова вопрос от наших телезрителей. Добрый вечер. Задавайте ваш вопрос. Вы в прямом эфире. Алло, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот я работала в блок... Алло, алло. Да-да, говорите. Вас плохо слышно. Отойдите от телевизора немного. Алло, я работала в блокпосте на улице Очаковцев 30... Пропадает связь. Говорите громче. Отойдите немножко от телевизора. Меня как бы некорректно уволили с предприятия, как бы незаконных оснований. При этом таки я 5 месяцев отработала. У меня заработная плата официально, они писали, 8 тысяч рублей в месяц. Ну, как бы я за все время проработав на них 5 месяцев, я получила всего лишь зарплату 19 тысяч. Это как бы так... То, что я являюсь мамой троих детей. Они меня как бы незаконно уволили. Я как бы не знаю, куда мне в какие инстанции уже обращаться, куда писать. И как можно спокойно договориться с руководством об выплате заработной платы в полном объеме. Я извиняюсь, а у вас трудовой договор оформлен был? Трудовой договор был у вас? Да, да-да-да. Я официально была трудоустроена. А где, на территории какого муниципального образования работали? Я живу в городе Севастополе. И работала я также в Севастополе на улице Очаковцев 31. Магазин «Блокпост». То есть это военная одежда, медицина. Ну, такое вот все. Угу. Магазин. То есть это сфера торговли, да? Что-то надо еще уточнить? Да-да-да. Да нет, в принципе. Спасибо большое. Ваш вопрос понятен? Что можно посоветовать? Как защитить свои права? Телезритель работала в городе Севастополе. Это несколько другой субъект. Конечно, я поясню, как ей быть в этой ситуации. Во-первых, по поводу незаконного увольнения. Если работник был уволен, как он считает, незаконно, то, наверное, в первую очередь необходимо посоветовать обратиться в суд, поскольку это наиболее действенная мера. Для того, чтобы решить вопрос о восстановлении на работе. То, что касается выплаты, я вот услышал из вопроса. Заработной платы в размере 8 тысяч рублей в месяц. Ну, скажу однозначно, что заработная плата каждого работника не должна составлять менее минимального размера платы труда. На сегодняшний момент он установлен в размере 11 163 рублей. То есть, менее этой суммы работодатель не имеет права прописывать сумму оплаты труда в трудовом договоре. Если он это делает, то, соответственно, это незаконно. То есть, изначально уже является нарушением? Да. Я бы посоветовал просто каждому, наверное, телезрителю, работнику обращать на это внимание. Если ему предлагают такие условия труда, ну, каждый сам выбирает, соглашаться ему на них, либо нет. Если, опять же, была не выплачена заработная плата, то здесь я бы посоветовал обратиться к территориальному прокурору, где работник работал, я так понимаю, телезрительница живет в Севастополе, с данным заявлением, я думаю, что прокуратура защитит ее права, с учетом того, что она мама трех детей. То есть, в этом заявлении нужно изложить вот эти факты, да, что произошло, конкретно указать подробную информацию? Да, нужно указать, где... И попросить провести проверку, да? Где работали, период работы, обещанная заработная плата. Если есть документы, свидетельствующие о трудовых отношениях, а это трудовой договор, как он был, как мы пояснили, то есть человек подтверждает факт работы, невыплаты, прокурор разберется в этой ситуации. Спасибо большое. Станислав Альбертович, у нас есть еще один звоночек. Добрый вечер, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос. Алло, добрый вечер. У меня вопрос такой. Работал я в прошлом году И.П. Жданович Сергея Григорьевича. Частный начальник. Работали, монолит заливали. А вот два с половиной месяца проработали, и в итоге получилось так, что ни хозяина, ну, я имею в виду, ни хозяина фирмы не было. И, то есть, ни трудовой не получил я свои почты. У меня трудовая книжка с 92-го года, то есть я не могу получить сейчас свою трудовую книжку, ни денег. То есть нету ни этого человека, никого нет. Как мне быть в этом? То есть, правильно я понимаю, человек, который принимал у вас трудовую книжку, сейчас не работает на этом предприятии, так? Мы его вообще не можем найти, ни в городе, но в городе Ивпатория. Я сам из города Ивпатория. То есть нас там 4 человека, мы не можем найти его, ни забрать ни денег, ни трудовую книжку я не могу свою забрать. А трудовые отношения у вас оформлены были? Да, были оформлены, то есть мы подписывали договор, договор. Но почему-то он эти договора забрал, и мы не видели договора. То есть я видел эти договора, я подписывал этот договор. То есть у вас копии договора на руках нет? Нету копии договора. Ни у кого из ваших коллег тоже, да, получается, кто с вами работал? Да, 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 да. Он так хитро сделал, пообещал, что все будет, сказал, что вы подпишите, мне надо оформить через бухгалтера, а потом эти договора нам придут. То есть ни договоров, ни трудовой книжки, ни денег. Спасибо, ваш вопрос понятен. Но, к сожалению, договоров нет у людей. К сожалению, такие случаи в практике прокурорского надзора тоже нередки, когда человек работал у работодателя, потом по каким-то причинам работодатель вдруг исчезает с места регистрации или с места работ, и работник остается один на один с этой ситуацией. У него вроде бы и документы, подтверждающие его трудовой стаж, в данном случае трудовая книжка. Еще какие-то документы, свидетельствующие у его официальных, легальных трудовых отношений, находятся у работодателя. Что можно посоветовать в этой ситуации? Ну, прежде всего, если, как вот в данном случае, телезритель работал у индивидуального предпринимателя, индивидуальный предприниматель — это лицо, которое зарегистрировано в установленном законном порядке. Сведения о его деятельности есть в соответствующем реестре, который ведет налоговая служба. То есть сам по себе факт наличия этой регистрации говорит о том, что государство его признало в качестве такового, и в дальнейшем это влечет для лица зарегистрировавшихся определенные последствия. Что бы я посоветовал нашему телезрителю? Это, во-первых, обратиться в органы прокуратуры по месту осуществления работ, либо в органы трудовой инспекции, которые посмотрели бы на настоящий период времени, осуществляют ли лицо предпринимательскую деятельность. Возможно, предпримут меры для того, чтобы установить его фактическое местонахождение путем направления соответствующих информаций, запросов в те органы, которые официально отслеживают деятельность предпринимателя. И вполне возможно, где-то информация о нем всплывет, и в дальнейшем возможно защитить права. То есть это, в первую очередь, трудовая инспекция и органы прокуратуры по месту, где находилось предприятие? Среди контролирующих правоохранительных органов, наверное, скорее всего, помогут им. А по факту тому, что у людей забрали документы, в частности, трудовую книжку в органы МВД, как вы думаете, стоит обращаться в таком случае, что не вернули? То есть это как, не может трактоваться, как хищение документов? Как хищение документов, если работник добровольно передал эти документы работодателю... И не вернул, то есть навряд. Здесь какой-либо ответственности для него не наступает. То есть работник посредством каких-то гражданских институтов, как в данном случае прокуратура или трудовая инспекция, должен добиваться восстановления своих прав. Органы МВД не будут заниматься этим вопросом. А в частном порядке в суд может обратиться с иском к этому ИП предприятию? Конечно же, работник не лишен этой возможности, но надо иметь в виду следующее, что само по себе вынесение решения суда при отсутствии, так скажем, лица ответчика не влечет его исполнение. То есть нужно определенно четко знать свою цель, что мы можем достичь посредством подачи такого искового заявления. Если человек числится индивидуальным предпринимателем, но либо прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, и всеми доступными средствами, которые есть, мы не можем этого найти, но это не приведет в конечном итоге, наверное, к восстановлению права. То есть нужно еще знать, где он находится, чтобы потом это решение суда было исполнено. Ну и, наверное, посоветовать зрителю на будущее можно второй экземпляр копии трудового договора должен быть всегда на руках, а не у работодателя. Если вы его подписываете, один экземпляр должен находиться у вас, второй у работодателя. Да, это очень важный момент для всех на будущее, чтобы действительно было легче отстоять свои права в дальнейшем. У нас еще один звоночек. Добрый вечер. Говорите, мы вас слушаем. Добрый день, еще раз, пожалуйста. Я хотел бы услышать все-таки окончательный ответ на свой вопрос по поводу работы на мосту. Трудовые отношения у меня были оформлены. Вы слышите? Да, да, слышу сейчас. Да, да, говорите. Вы слышите, да. В договоре, экземпляры которые есть у меня, значит, была указана минимальная зарплата, все остальное как бы начислялось как премия. Значит, я вам еще раз говорю, на словах с постоянно всем работникам, абсолютно всем, это можно проверить людей, поспрашивать те, которые работают сейчас от ООО «Лидерки». Как в других организациях, я не знаю. Им всем обещают 130 рублей в час. Они работают 11 часов в день, без выходных, почти без выходных, там, в общем, получить очень трудно, и целый месяц. И вот за эти, за часы, за выходы, значит, им платят. Значит, из набравшейся суммы вычитают, как они говорят, 13%, и все остальное, ну, там еще небольшая сумма за питание, и все остальное платится на руки. Платится, кстати, через банк, переводом. Чеки, все это, все сохранено. Алло? Да, все, мы вас услышали. Да, да, услышали. Более подробно сейчас рассказали ситуацию, это по первому вопросу. Я вам рассказываю схему. Схему, да. Меня вот общий вопрос, это я не знаю, это что, вот, еще один космодром Восточный, или оплеуха... Спасибо, спасибо, мы вас поняли. Вы, единственное, что вот, не успела тоже уточнить, хотела, обращался ли уже, например, в органы прокуратуры, либо в суд, либо в трудовую инспекцию, в данном случае конкретно человек или нет? Ну, вот, исходя из деталей, что можно еще более подробно посоветовать ему? Ну, да, вот из того рассказа, что мы сейчас слышали, можно сказать, что необходимо, наверное, все-таки обратиться в правоохранительные контролирующие органы, потому что нюансов в трудовых отношениях и нюансов в сфере оплаты труда, которые складываются между работником и работодателем, достаточно много. И в ходе проведения проверок органы прокуратуры сталкиваются ну, с совершенно различными, так скажем, ситуациями. По факту люди и работающие заявляют одно, при проведении проверки и проверках уже фактических обстоятельств на месте выясняется совсем другое. Но, опять же, нужно понимать, что подписывая трудовой договор на минимальных условиях и слушая, так скажем, посылы работодателя о том, что мы вам заплатим гораздо больше, человек сразу себя обрекает в ситуацию правовой неопределенности. Поэтому здесь нужно... То есть вся сумма должна быть изначально прописана в договоре? Нужно четко для себя определять, понимать условия и размер оплаты труда. Я понимаю, что каждый... В ситуациях работник, он в некотором степени зависим от работодателя. Человеку нужно работать, нужно кормить свою семью. Еще какие-то потребности реализовать. Но нужно не забывать и о своих правах. О том, что эта ситуация может в дальнейшем, соглашаясь на такие минимальные условия, в дальнейшем отразиться негативно. И, Станислав Альбертович, что тогда мы конкретно ему еще раз подытожим можем посоветовать? То есть обратиться, вы сказали, в органы прокуратуры, да? Если человек приехал из другого региона, это по месту расположения объекта, то есть в Керчь или куда ему обратиться? В какой орган прокуратуры? Если у него официальный трудовой договор, это по месту нахождения юридического лица, с кем он заключал соответствующий договор. Трудовые отношения. Да. В практике такие случаи нередки, когда работодатели, допустим, находящиеся в Краснодарском крае, в Адыгее, Калмыкии, привлекают для работ на иных объектах, которые находятся на территории других субъектов Российской Федерации. Такие заявления, в том числе, к нам и поступают. Мы такие заявления обязательно принимаем, выясняем, где расположен работодатель и направляем в соответствующие прокуратуры тех регионов, где они заключили трудовой договор. Спасибо. И в завершении у нас до конца передачи осталось буквально 4 минуты. Скажите, пожалуйста, как часто в Крыму допускается нарушение трудовых прав отдельных категорий граждан? Многое мы сейчас уже обсудили, то есть из этих даже звонков уже понятен срез вот этой проблемы. Но что еще, может быть, можно было бы дополнить? Ну, можно сказать, что обращение в органы прокуратуры по вопросам не выплаты заработной платы, не своевременной оплаты труда, они носят достаточно распространенный характер. Могу сказать, что за предыдущий, за истекший уже период 2018 года прокурорами по результатам проведенных проверок погашено около 80 миллионов рублей задолженности по оплате труда. То есть это по результатам проведенных проверок органами прокуратуры республики, в том числе и по обращениям граждан, нами такие меры принимаются. Были установлены около 30 предприятий, на которых либо в полном объеме, либо частично не выплачивалась заработная плата работникам. То есть это достаточно эффективный правовый механизм, который работает и права работников восстанавливаются. То есть это и предписание, и решение этих вопросов в судебном порядке, да? Да. Вот опять же, около 500 исков было заявлено органами прокуратуры республики. Достаточно много. По защите прав работников в сфере оплаты труда. То есть прокуроры нацелены и работают с этим. Спасибо большое вам за интересную беседу и советы для наших телезрителей. Я надеюсь, что они будут им полезны, они смогут их применить в своей жизни. Желаю вам успеха в вашей деятельности, чтобы вы действительно и так дальше успешно отстаивали права наших граждан, которые проживают на территории Республики Крым, и чтобы работодателей, которые нарушают эти права, становилось все меньше. Я прощаюсь с вами. На сегодня, уважаемые телезрители, у нас все. Мы увидимся с вами ровно через неделю, в это же время, в 19.00, в следующую пятницу. Всего вам самого доброго, хороших вам выходных. Я напомню, что у нас в гостях сегодня был исполняющий обязанности начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Республики Крым Станислав Биттер. Мы говорили сегодня о том, какова правозащитная функция прокуратуры в сфере обеспечения прав работников на оплату труда. В следующий раз у нас будут также подниматься интересные темы, касающиеся защиты прав крымчан. Поэтому звоните. Всего вам самого хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин